Христос воскрес Воистину воскрес Но вот с Рождеством у нас нет такой традиции Хотя у наших братьев украинцев, те кто здесь с Украины, вот они правильно ответили Я слышал несколько правильных ответов, скорее всего это вы были Есть хорошая такая традиция рождественская Христос родился, славим Его Давайте попробуем еще раз Христос родился, славим Его Отлично Вообще, те из вас, кто сегодня не первый раз в РБЦ А я надеюсь, тут тоже такие есть Вы, наверное, каждый год удивляетесь, что у нас Рождество такое растянутое во времени Мы начали праздновать Рождество три недели назад Реально, 22-го Мы начали 20-го праздновать 20-го декабря начали праздновать Рождество И чтобы у вас не возникало какой-то, знаете, такого непонимания Вообще, что за праздник такой у нас три недели празднуется То вот я для вас приготовил даже такую небольшую историческую справку Скан документа, сейчас нам выведут его на экран Вы увидите, что на самом деле все христиане празднуют Рождество 25-го числа То есть все празднуют 25-го Это вот какой-то календарь-карточка Общества России 911-го года Если вы будете внимательны, то вы увидите вот здесь вот 25-е, 27-е число В то время это выпало на воскресенье, понедельник и вторник Кстати, смотрите, раньше тоже в России воскресенье был первым днем недели Что тоже достаточно любопытно Так вот, всегда праздновалось Рождество И празднуется до сих пор Рождество 25-го числа Просто сегодня празднуется Рождество по старому стилю Весь мы живем уже по новому стилю Но наша страна, православная церковь и армянская церковь Армяне сегодня празднуют Рождество Эти церкви, они живут по старому стилю И поэтому сегодня у них 25-е число И поэтому у них Новый год еще будет только 14-го, понимаете, да? То есть это не старый Новый год Это Рождество, Новый год по старому стилю Но как бы то ни было, друзья Христос родился, и мы славим Его В этом суть Рождества И это самое чудесное вообще рождественское послание Потому что я уверен, что Рождество – это праздник радости Но хочу честно признаться вам, друзья, что для меня достаточно долгое Рождество было таким, знаете, проблемой Сейчас я поясню Может быть, сейчас для кого-то это тоже такая проблема Может быть, для тех, кто сидит на слайдах или что-то организовывает Потому что одно время я прямо был активно включен во всякие организационные моменты И для меня Рождество – это была такая постоянно суета Вообще конец декабря, конец года – это всегда была такая суета Все готовятся к Рождеству, Новому году Какие-то репетиции, что-то происходит Всякие проекты, елки, выезды, совместные празднования, богослужения В торговых центрах, при том, что там из года в год одни и те же мелодии звучат Уже набившие оскомину Там еще и не протолкнуться, если тебе что-то надо закупить Там не протолкнуться среди народа, который просто заполонил торговые центры Потому что все ищут подарки Да еще такие подарки, чтобы еще потом на январь денег хватило То есть все суетятся, все бегают А студенты еще при этом пытаются как-то к сессии готовиться И вот я не знаю, мне было тяжело принять вот такую атмосферу Рождества Для меня это была суета и не было праздником Но вот чего я люблю в Рождество – это добавки кофе Не знаю, где ребята берут наши вообще в кафе Но вот реально, вот это классно Это мне скрашивает всю мою проблему с Рождеством Но я думаю, что еще для всех нас, конечно, Рождество – это особая атмосфера И в этом году нам с этой атмосферой не особо повезло Мы смотрим на улицу и думаем Новый год, Рождество, где снег? Нету снега, нету ничего, никакой атмосферы нету И, наверное, я вот думаю, что, может быть, Бог специально так сделал, чтобы Рождество для нас не было привязано к чему-то К какой-то атмосфере, к какой-то музыке, к какому-то там даже добавкам кофе А чтобы Рождество, оно для нас ассоциировалось только лишь с одним Христом Только лишь с одним Иисусом Потому что, к сожалению, часто бывает так, что это какие-то наши семейные традиции Еще что-то, еще что-то Но Рождество – это про Христа И главное в Рождестве не потерять Его за всей этой мишурой И сегодня я бы хотел, чтобы мы с вами в Писании, в Священном Писании посмотрели на суть Рождества И я назвал сегодняшнюю проповедь «Три чудо Рождества» Мы сегодня с вами посмотрим на три чудо Рождества, которые Бог оставил нам в Своем слове Друзья, сегодня седьмое число И я знаю, что многие из вас совсем скоро пойдут на работу И вот пока вы еще не пошли на работу Хочу напомнить вам, что мир несправедлив Вы, скорее всего, столкнетесь с этим, когда пойдете на работу Вы вспомните это Но, возможно, вы уже и в Новом году испытали это Возможно, вам подарили на Новый год очередной шампунь или гель для душа В то время, как вы ждали, не знаю, Apple Watch или AirPods Вы уже испытали то, что мир несправедлив И, в общем-то, я думаю, этот тезис не нуждается в каких-то доказательствах Потому что мы так или иначе постоянно испытываем это на себе Кто-то из нас может назвать это каким-то законом подлости или еще что-то Но когда вокруг все плохо, мы люди, мы всегда стараемся надеяться на что-то лучшее Вот для студентов такой пример Когда ты пришел на пару, а там оказался тест, к которому ты не готов Ты надеешься, что тебе попадется вопрос, на который ты хотя бы чуть-чуть знаешь ответ Правда? Ну или ты надеешься, что, возможно, тебе получится списать Когда ты идешь устраиваться на работу Хотя ты понимаешь, что ты не лучший кандидат на эту позицию Тем более за такие деньги, за такую зарплату То ты надеешься, что произойдет какое-то чудо И все-таки именно тебя возьмут туда, трудоустроят Потому что другие кандидаты будут еще хуже Все мы надеемся всегда на какое-то чудо Хотя понимаем, что наш мир, он полон жестокости И, знаете, я хочу сказать, что вот когда Иисус пришел на эту землю Он родился в Израиле, среди израильского народа А в то время у израильского народа надежды на какую-то справедливость Надежды на какое-то чудо уже практически не было Что было с израильским народом в момент прихода Иисуса Рождения Иисуса на нашу землю? 400 лет Я думаю, мы не вполне можем вообще осознать эту цифру Но вот 400 лет Бог молчал Бог никак не говорил со своим народом Раньше Он постоянно посылал пророков Да, этих пророков, эти же израильтяне, они и убивали Они не хотели их слушать Но Бог обращался к своему народу Но вот 400 лет Бог молчит и никак себя не проявляет Бог не посылает никаких пророков Уже многие-многие годы израильтяне находятся в подчинении Сначала греков, потом римлянов Были времена, когда они пытались сбросить себя Это бремя, бремя завоевателей Они поднимали восстание, чтобы сбросить иго Но потом их снова завоевывали Потом им снова приходилось платить дань И они находились в статусе завоеванного народа Они не управляли собой, ими управляли язычники И это продолжалось практически 400 лет Друзья, представьте, вот если бы нашу страну завоевали Я не знаю, кто у нас был там в 1600 году Поляки, я не силен в истории Но, друзья, представьте, и вот мы были бы сейчас все еще завоеванной нацией То есть 400 лет люди уже перестали надеяться Хотя они знали, они знали, что должен прийти Мессия Обещанный Богом через пророков Мессия, который освободит их Они знали об этом, но надежды почти не осталось Но вот однажды происходит необычайное событие Ангел является одному из священников храма И говорит ему, уже пожилому человеку Что у его такой же уже пожилой жены Которая к тому же еще и бесплодной Вот у нее родится сын Который приготовит путь Мессии Представляете? Этого люди ждали 400 лет Они уже перестали надеяться, но вот появляется надежда Этот сын, обещанный Захарией, сын рождается И Дух Святой наполняет Захарию И этот Захария, священник, он начинает пророчествовать Чего не было 400 лет, он начинает пророчествовать О приходе Мессии Он говорит такие слова Благословен Господь, Бог Израиля, который посетил свой народ Искупил его Он воздвиг нам рог спасения из дома своего слуги Давида Друзья, евреям казалось, что Бог, Он далекий Он давно покинул их Что Он совсем забыл их 400 лет они ждали Его действия, Его освобождения Но Он молчал Но все это время, друзья, Бог не был далеко Он был близко Возможно, ты сейчас думаешь, что Бог тоже где-то далеко Что Его не касаются твои какие-то проблемы, твои переживания Он где-то в параллельной вселенной Ему не до тебя Не до твоих переживаний, не до твоих проблем Но Бог, Он всегда близко, Он рядом Надежда всегда есть Потому что Он доказал и не один раз доказал Что Он держит весь наш мир Жизнь каждого из нас в своих руках У Него все под контролем Все, что Он обещал, Он исполнит Он исполнит это не рано, не поздно Он исполнит это вовремя Когда пришло время, Он пришел в наш мир, друзья Те, кто верят в Иисуса Христиане имеют надежду не в какое-то везение Не в какую-то удачу Не в какое-то чудо или волшебство Там рождественское, новогоднее Каким бы оно ни было Мы, верующие, мы имеем надежду другого характера Мы знаем, что любящим Бога Призванным по Его изволению Все содействует ко благу Мы надеемся, что Бог однажды разрулит Все наши тяжелые обстоятельства жизни Что Он проведет нас через все трудности и испытания Для того, чтобы использовать нас для чего-то Для того, чтобы сформировать наш характер Для того, чтобы закалить нас Для того, чтобы мы надеялись на Него, а не на себя, на свои силы И Он пришел на эту землю Не потому, что люди, евреи, кто-либо не было Заслуживали этого Он пришел на нашу землю Не потому, что часы пробили двенадцать И Он явился, как Дедушка Мороз Нет Он пришел не потому, что мы ждали И, наконец-то, дождались Нет Он пришел к нам по благодати Он пришел к нам по благодати Мы не заслуживали Он не должен был приходить Но Он пришел На Рождество Он подарил нам Самый лучший подарок из всех возможных Он подарил нам самого себя Он дал нам Иисуса Он явил нам благодать Мы были мертвы А стали живы во Христе Мы были потеряны А стали Божьими детьми Не потому, что у нас был лучший наряд на Рождество Или потому, что у нас был лучший свитер с оленями Нет Просто так По благодати Друзья, знаете, что такое благодать? Скажите, на вас сваливалось когда-то Какое-то удивительное везение Допустим, вы вдруг попробовали принять участие В розыгрыше в Инстаграме В каком-то гивэвэе И вдруг выиграли Хотя не ожидали И никогда раньше такого не было у вас Было такое у кого-то? Ага, было у кого-то Или, допустим, у вас удалось урвать кроссовки С прям очень хорошей скидкой Не с той скидкой, которую предложили на Черную Пятницу Но прям вообще, прям очень выгодно Я вот смотрю, тут брат один улыбается Или, допустим, кэшбэк по карте оказался больше, чем вы ожидали Ну просто, просто благословение Друзья, знаете, вот у меня история была такая Я однажды приехал в аэропорт И я чуть не опоздал на самолет И уже на стойке регистрации Вдруг меня сажают в бизнес-класс Потому что в эконом-классе не оказалось свободных мест Знаете, вот это было везение Тем более, что это был достаточно далекий полет То есть это там не было, в Питер или куда-то, в Воронеж Я летел в Сибирь И это было вообще такое благословение Я пил свежевыжатый сок И наслаждался там всеми плюшками бизнес-класса И, честно признаюсь, я, когда только бежал на регистрацию Я думаю, меня сейчас засадят куда-то вот в конец салона Я попадал пару раз на такие места Где ты даже откинуться не можешь Потому что все, там уже стена А человек, который сидит перед тобой Он может откинуться на кресле И тебя там как бы вообще зажимает И вот я думал, что меня посадят туда А я попал в бизнес-класс И мне, знаете, так это понравилось Что я потом решил провернуть это пару раз Приезжать под самое закрытие регистрации И вот я тогда как раз пару раз и попадал В самый конец салона Больше такого не получилось То есть это не лайфхак Друзья, это не инструкция к действию Но вот, друзья, благодать – это незаслуженная милость Мы должны понять, что Иисус, Он дал нам благодать Но при этом самом Он, придя в наш мир Он не испытал этой благодати Наоборот, Он, будучи Творцом Творцом всего нашего мира, всей Вселенной Он стал творением Подарив нам на Рождество себя Он тем самым унизил себя И в Слове Божьем мы читаем Это филиппийцам 2 глава С 6 по 7 стих Он, я читаю современный перевод Он по природе Бог Не держался за равенство с Богом А наоборот, унизил себя Приняв природу раба Он стал подобным людям Став и по виду как человек Бог становится человеком Бог, Творец, становится творением Мы, люди, мы всегда стремимся Чтобы наша жизнь становилась все более комфортной и успешной Я вот заканчивал экономический факультет И нас учили на экономике теории возрастающих потребностей Даже если ты начинаешь зарабатывать больше Ты начинаешь тратить больше Потому что мы стремимся окружить себя максимальным комфортом Так мы устроены люди И мы всегда очень радуемся Когда у нас получается достичь какой-то очередной планки То есть мы можем позволить себе лететь на бизнес-классе Вау, это классно И мы всегда расстраиваемся Когда у нас не получается достичь чего-то желаемого Мы ставили себе какие-то цели на год И мы смотрим сейчас назад И у нас не получилось достичь этих целей Мы расстраиваемся, в том числе каких-то финансовых целей Но вот Иисус, Он относится к себе, к своей жизни Совершенно иначе, чем мы, люди, относимся к себе Он, который является Богом Он был бы достоин максимального комфорта и величия Если бы Ему нужно было бы летать на самолетах Он был бы достоин летать не то, что в бизнес-классе А на частных самолетах На самых лучших Если бы это было Ему нужно Но Он поступает со своей жизнью совсем по-другому Он отказывается от всех своих привилегий Бога И становится обычным человеком Совершенно обычным человеком Он садится рядом с нами, вот в эконом-класс Туда, на самый последний ряд Где мы зажаты нашими обстоятельствами и проблемами И Он не жалуется, что Ему ждем отколения Он тот, который сотворил весь наш мир Тот, который достоин чести, славы и поклонения От всех людей и всех ангелов Он выбирает стать творением Он унижает себя добровольно Он приходит в наш мир Приходит к тебе, ко мне Садится в соседнее кресло с нами Чтобы мы увидели, что Он рядом Чтобы мы увидели, что Он недалекий Бог Что Он близкий Бог Что Он любит нас И мало того Он идет дальше Он идет на смерть ради тебя и меня Из-за наших грехов По сути, Он отдает нам свой парашют Хотя это мы виноваты в авиакатастрофе Того самолета, на котором мы летим Он выбирает принять смерть вместо нас Хотя это мы виноваты Друзья, наш Бог, Он удивительный Бог Он просто удивительный Он покорно становится человеком Принимает всю несправедливость этого мира Которая называется в Писании грехом И мы должны понимать Что это мы достойны наказания Но Он принимает его на себя Чтобы явить нам Божью любовь Друзья, я бы хотел сейчас Чтобы мы посмотрели с вами Короткий видеоролик Который нам лучше проиллюстрирует То, что я говорю Как говорится, лучше один раз увидеть Чем сто раз услышать Пожалуйста, включите И потом мы продолжим Одной тихой ночью Звезды в изумлении смотрели на землю И небеса, затаив дыхание Собрались в маленьком хлеву И молодая мать плакала И слезы благоговения Лились на дитя в ею руках И песнь земли Возносилась в Вифлееме Тихая, как мягко бьющееся сердечко И ночь была тиха И дивна Но мог ли это быть Бог Авраама Сильный Израилев Это малое И хрупкое дитя Неужели это он Выжиг свое имя На преклоненных небесах Тот, почему голосу Океанские волны Забили свой ритм Кто сделал из гор Хранители земной тверди Чья рука Разожгла жажду пустынь И яростный поток Воинствующих стихий Кто вдохнул жизнь в прах Сокрушил власть притеснителя Разбил цепи своего народа Раскидав их по земле И повел их в пустыне Огненным столпом Неужели это дитя Тот, кто говорил громогласно на Синае Кто окружил Иова Яростным вихрем Стоял непреклонным В раскаленной печи Изрек суд на тиранов И опалил уста его пророков Выжигая на страницах истории Все величие своей силы Тот ли это Бог Что изволил прийти Как кроткий царь Поставив трон свой в яслях И соломе Под слезы бедных пастухов И дары странствующих волхвов Его слава неведома Для этого мира Он – Иисус Он – Иисус Гремящий с неба, как гром Но шепчущий нашим сердцам Кто одержал победу и правит Но служит тем, кто сломлен Он – Бог в силе И Бог в тишине Он объединяет в себе все это Придет время, когда все вопросы исчезнут Ведь мы увидим Его Спасибо нашей медиакоманде Кто подготовил этот ролик Друзья, вот оно Вот оно Первое чудо Рождества Великий Бог Становится человеком Великий Бог Становится человеком Для чего? Для того, чтобы мы Стали подобными Ему Друзья, второе чудо Рождества Это в том, что Когда Бог пришел на эту землю Он пришел не просто так Он пришел, чтобы мы Стали подобными Ему Знаете В сегодняшнем мире Атеистов не так много Настоящих атеистов не так много Они и есть Но не так их много Большинство людей верят Что там что-то есть Какая-то сила Кто-то может быть Пересмотревшись там Звездных войн Или еще чего-то Но люди в общем-то признают Потому что так или иначе Люди сталкиваются С чем-то неизвестным С чем-то Что лежит вне Зоны их контроля И они понимают Есть какая-то сила Что это? Кто это? Многие затрудняются Ответить на этот вопрос И часто Понимание этого вопроса Оно зависит от культуры В которой вырос человек И даже если человек верит Не просто В какую-то силу Во что-то сверхъестественное А верит в конкретного Бога То, к сожалению У таких людей Это практически Никак не отражается На их реальной жизни Кроме походов У кого-то чаще У кого-то реже В храм В мечеть В синагогу Нужное вы можете подчеркнуть Или выбрать сами Чаще всего На праздники То есть Даже если люди верят Чаще это проявляется Вот по каким-то Особым событиям В соответствии С их культурой Недавно я прочитал В одной статье Что есть даже Такое современное Понятие Как Сексуальный атеизм Я очень удивился Меня привлекло Название этой статьи И оказывается Оказывается Что есть люди Которые ходят в церковь Называют себя верующими Могут нести Какое-то служение Но вот Интимная сторона Их жизни То есть Сексуальная сторона Их жизни Они там ведут себя Как атеисты То есть Они не подчиняют Сферу Эту сферу Своей жизни Христу То есть Они там Ищут парней Спят с кем угодно Ну вот В общем Ведут себя Как неверующие люди Я знаете Сначала так Прочитал этот материал Подумал Ну это переводная статья была Я так подумал Ну это может быть Где-то на западе Там верующие Вот верующие Так себя ведут Но я очень сильно Знаете Так приуныл Когда увидел Что Под этой статьей Комментарии на русском Которые Осуждали автора Этой статьи За его такое Фарисейство За его Какие-то такие Двойные стандарты За обличение Таких двойных стандартов Извиняюсь И я понял Что это не только Там где-то проблема Что и наш мир Он наполнен людьми Которые Вроде называют Себя верующими Но их Разные сферы жизни Они не подчинены Христу Я думаю Что такое Отношение К Богу И к своей жизни Является Следствием того Что в жизни Таких людей Никогда не было Настоящей встречи С настоящим Живым Богом И возможно Кто-то скажет Ну а такого И не может быть В принципе Потому что Бог трансцендентен То есть Он далекий Он далеко от нас Но в Писании Мы видим Множество примеров Когда Бог Приходит к людям Бог приходит К людям Буквально С первых страниц Библии Он приходит К Адаму и Еве И общается с ними Он приходит К Аврааму Он приходит К Моисею Он приходит К Савлу Который потом Становится Апостолом Павлом После встречи С Богом Жизнь людей После того Когда они встречаются С Богом Она никогда Не остается Прежней Она всегда Меняется На 180 градусов Друзья И вот нам Надо понять Что каждый Из нас Находится В еще более Привилегированном Положении По отношению Ко всем Вот людям Которые встречались С Богом Там вот На страницах Особенно Ветхого Завета Почему? Потому что Сегодня У нас есть Иисус Иисус Которого Многие люди Пророки Ждали В течение Сотен лет Он Пришел В наш мир Младенцем 2000 лет назад И явил Нам Бога Во плоти Но вот Ключевой вопрос На ключевой вопрос Мы должны ответить В связи С этим А зачем Он пришел Окей Он пришел Бог пришел В наш мир Но зачем Он пришел Я попробую Дать ответ Нам На этот вопрос В контексте Современной Культуры Знаете Интересно Наблюдать За развитием Современного Кинематографа Практически все Кассовые Самые успешные Фильмы Последнего времени Если последние Десятилетия взять Практически все Самые кассовые Фильмы Этих Десяти лет Они построены По простому сюжету Есть суперзлодей Который приходит Чтобы захватить Или даже уничтожить Весь мир Некоторые Покушаются На всю вселенную Но находится Супергерой Который В решающей Неравной Схватке Все же Одерживает Верх И спасает Мир Спасает Всех Нас И вот Наша Современная Культура Она пропитана Таким Супергеройством Особенно Это Относится К детям Подросткам Которые Все это Впитывают Как губка Но на самом деле Я не думаю Что это плохо Потому что На самом деле Мы окружены Большим Количеством людей Которые В реальном Мире Они Пожертвовали Своим Каким-то Комфортом Безопасностью Или может быть Даже самими Собой Ради того Чтобы как-то Помочь Или даже Спасти Других Настоящие герои Они среди нас И Каждый на самом деле Может стать Таким героем Восполняя Восполняя Нужды Других Людей Не закрывая По крайней мере Глаза На проблемы Нужды Других Людей Но вот Штука В том Что Помимо Нашего Обычного Мира Есть Мир Духовный О котором Нам и Говорит Библия И вот В этом Духовном Мире Уже Многие Тысячи Лет Идет Нешуточная Борьба За Наш Мир Есть Настоящий Супер Злодей Который Хочет Смерти Каждого Из Нас Хочет Смерти Каждого Живущего На земле И он Намного Страшнее Марвеловского Таноса Или Не знаю Стар Дарта Вейдера Из Звездных Войн Этот Злодей Намного Серьезнее Намного Опаснее Потому Что Он Не Выдумка Друзья У него Много Имен Кто-то Зовет Его Лев Цуфер Его Зовут Сатана Его Зовут Дьявол Его Зовут Лукавый Кто-то Скажет Возможно Слушай Виталий Но это Все Сказки Из Разряда Кощея Бессмертного Баба Еги Ну или Опять же Современная Культура Саурона Из Властелина Колец Друзья Я Вот что Хочу Сказать Если Мы Понимаем Что Рождество Это Не Просто Зимний Праздник С Санта Клаусом И Кока Колой А что Рождество Это Реально Историческое Событие Когда Человек Которого Звали Иисус Родился И Который Претендовал На то Что Он Обещанный Богом Израильскому Народу Через Пророков Мессия То Мы Должны Понимать И то Ради Чего Он Родился В Этот Мир И Я Скажу Это Не Просто Чтобы Оставить Нам Учение Любить Всех И Вся И Показать Пример Самопожертвования Ради Других Людей Библия Говорит Нам Цель Его Прихода Посмотрите Это Первое Послание Иоанна Первое Послание Апостола Иоанна Третья Глава Восьмой Стих Писание Нам Так И Говорит Для Сего То И Явился Сын Божий Для этого Родился Иисус Чтобы Разрушить Дела Дьявола Друзья Вот она Цель Рождества Иисус Пришел В наш Мир Чтобы Разрушить Дела Дьявола Но Пожалуй Вот что Главное Нам надо Понять Из этого Дела Дьявола Он Пришел Разрушить В первую Очередь В каждом Из нас Потому Что Если Мы Не Живем Так Как Хочет От Нас Бог А мы Не Живем Так Если Мы Будем Честны Сами С собой То Мы Делаем Дела Дьявола Потому Что В этом же Стихе Который Мы Только Что Прочитали Иоанн Пишет Кто Делает Грех Тот От Дьявола Поэтому Рождество Для нас Друзья Рождество Это Праздник Настоящего Спасения И Победы Иисус Родился Он Прожил Безгрешную Жизнь Он Был Распят На Кресте За Грехи Каждого Из Нас Он Воскрес На Третий День Чтобы Разрушить Дела Дьявола В каждом Из Нас Чтобы Разрушить Грех В каждом Из Нас В тех Кто Пришел К Нему За Спасением В тех Кто Поверил В Него В тех Кто Возложил Свою Надежду На Спасение От Этого Греха На Него Чтобы Мы Теперь Жили Для Него Чтобы Он Теперь Жил В Нас Своим Духом И Возможно Вот Сейчас Последняя Фраза Она Тяжелая Для Кого Как Это Жил В Нас Своим Духом Спросите Вы На самом деле Это Очень Тяжелая Концепция В Слове Божьем Как Иисус Может Жить В Нас Своим Духом Что Это Значит Друзья Однажды Такой Вопрос Задали Самому Иисусу Однажды Очень Мудрый Человек Учител Слова Божьего Подошел Ко Христу И Спросил Спросил Его Такой Вопрос Как Это Может Быть На Что Иисус Ответил Если Кто Не Родится Свыше То есть От Духа Божьего Не Может Увидеть Царствие Божие Если Кто Не Родится От Воды И Духа Не Может Войти В Царствие Божие Рожденное От Плоти Есть Плоти А Рожденное От Духа Есть Дух Евангелие Теана Третья Глава Друзья Еще Раз Иисус Родился Он Прожил Безгрешную Жизнь Он Был Распят На Кресте Он Воскрес На Третий День Он Вознесся К Отцу И Он Послал Нам Сюда На Землю Духа Святого Чтобы Каждый Верующий В Него Был Рожден Свыше Для того Чтобы Быть Вечной С Иисусом Для того Чтобы Мы Стали Таким Как И Он Чтобы Мы Уподобились Ему Друзья Это Второе Чудо Рождества Это Второе Чудо Рождества Друзья И Третье Он Сделал Все Это И Иисус Сделал Все Это В том Числе Для того Чтобы Мы Были Готовы К Его Приходу Рождественское Чудо Номер Три Заключается В том Что Он Не Просто Две Тысячи Лет Назад Родился Самое Главное То Что Он Грядет Вновь Адвент Это Такая Замечательная Традиция Которая Пришла К нам В Россию Сравнительно Недавно Кто-то Только Начинает Проникаться Вот Этой Идеей Такой Подготовки К Рождеству В течение Четырех Недель До Самого Рождества Кто-то Может быть Даже И вот Сейчас Об этом Первый Раз Слышит Но Это Традиция Западных Церквей Католическая Литеранская Традиция Само Слово Адвент Само Слово Адвент Оно Происходит От Латинского Слова Адвентус Что Значит Пришествие И Верующим Оно Напоминает В первую Очередь Даже Не о Рождестве Которое Уже Состоялось Оно Напоминает О Грядущем Втором Приходе Иисуса На землю Кстати Именно С этого Слова Берут Название Адвентисты Седьмого Дня Если Кто-то Слышал О таких Буквально Это Переводится Как Ожидающее Ну У них Там Совсем Другая История Они Ждали В середине Девятнадцатого Века Ждали Ждали И он Не пришел Но мы ждем Друзья Мы ждем Что Иисус Придет Знаете И вот здесь Нам очень важно Действительно Понимать Очень важную Важность Этого Однажды В моей машине Отказали Тормоза Слава Богу В этот момент Не я был за рулем И даже не моя жена А профессиональный водитель Но все это Произошло Из-за того Что Я не придал Значение Значку Который Загорелся На приборной Панели Я не сильно Разбираюсь В устройстве Автомобиля Я можно сказать В этом Чайник Для меня Намного проще Разобраться В какой-то Компьютерной Штуке А вот В плане Автомобиля Я чайник Я просто Я увидел Что что-то Загорелось Но там Буквами Не написано Дружище У тебя Тормоза Скоро Откажет Там просто Что-то Загорелось И я Ну Загорелось И загорелось Я не придал Этому значения Я проверил сначала Вдруг это Дальний свет Включился Чтобы вы понимали Вот И вот Мое легкомыслие Мое легкомыслие К такому Важному Для меня И моей машине Символу Оно чуть не Привело К серьезной Трагедии Когда Иисус Пришел На эту землю Многие Из людей Которые Встретили Его Слышали О нем Они понимали Что перед ними Не просто Человек Они отлично Понимали Что это Не просто Человек Они понимали Что Иисус Это кто-то Больше Чем просто Человек И даже Фарисеи Которые Казалось бы Они были Такими Самыми Организованными Кто встал В оппозицию Иисусу Они признавали Это Один фарисей К нему Пришел И сказал Такие слова Мы То есть фарисеи Вот эти Иудейские Религиозные Вожди Мы знаем Что ты Учитель Пришедший От Бога Которого Не было Четыреста лет Друзья Потому что Никто не может Творить таких Знамений Какие ты творишь Если Бог Не с Ним Говорили Эти люди Но при этом Большинство Людей Среди которых Находился Иисус В то время Во время Своего Странствования По этой земле Они пропустили Вот эти Важные знаки Вот эти символы Как я пропустил Вот этот важный символ На панельном приборе Своей машины Они пропустили Вот эти важные знаки Они пропустили Исполненные пророчества Они пропустили Чудеса Которые были явлены В Иисусе И самим Иисусом Во время Его Жизни на земле Они понимали Что Он Какой-то особенный Но они Не были готовы Оставить Свой привычный Образ жизни Ради того Чтобы стать Его учеником Они не понимали Что Иисус Обещанный Мессия Мессия Потому что Он будет Будет отличаться Целью Иисус Иисус Придет Чтобы взять Свою церковь От этого мира Он положит Он положит Начало Новой эпохи На нашей земле Друзья Но Вот вопрос Для каждого Из нас А действительно Ли мы Ждем Его Не игнорируем Ли мы Его сегодня В нашей жизни Не пропускаем Ли мы Просто Да Иисус Да Рождество Да Пасха Церковь Все важно Библия Окей Но у меня Свои заботы У меня Свои Какие-то Переживания Мне надо Учиться Мне надо Строить Карьеру Мне надо Растить Детей Подожди Потом Да Ты учитель Пришедший От Бога Ты говоришь Очень важно И возможно Это даже Слово Божье Но У меня Сейчас Другие Заботы Друзья И Ответить На этот вопрос Чрезвычайно Важно Каждому Из нас Потому что Когда Он Придет От этого Будет Зависеть Будем Ли мы С Ним Или Будем Мы Без Него Друзья Рождество Это чудо Чудо Явления Бога В наш Мир Он Стал Подобным Человеку Человеком Рождество Это чудо Потому что Благодаря Его Приходу В этот Мир У нас Есть Надежда Быть С Ним Мы Можем Стать Его Божьими Детьми Рождество Это чудо Потому что Он Говорит Я Приду И возьму Вас К себе Друзья И вот Здесь Ответственность Каждого Из нас Не Проигнорировать Его Обратиться К Нему И сказать Да Господи Хочу Быть С Тобой Хочу Быть Там Где Ты Друзья Об этом Нам Говорит Сегодня Праздник Рождества Я Приглашаю Вас Давайте Мы Сейчас Помолимся Дорогой Господь Отец Небесный Мы Благодарим Тебя За Этот Чудесный Праздник За Приход Твоего Сына Иисуса На Землю Господи Иисус Ты Стал Человеком Ты Был Богом И стал Как Мы Господь Для того Чтобы Мы Смогли Узреть Тебя Понять Твою Любовь Для того Чтобы Мы Могли Услышать Твои Слова Слова Благодати Истины Господи Ты Явил Нам Себя Ты Явил Нам Любовь Благодать Господи И мы Славим Тебя За Это Господи Потому Что Ты Достой Этого Господь Я Молюсь Тебе Сейчас За Сердца Всех Тех Кто Сейчас Здесь Стоит Пред тобой Господь Чтобы Это Был Не Просто Какой-то Очередной Зимний Праздник С Какой-то Своей Неповторимой Атмосферой Господи Но Чтобы Это Был Праздник Когда Мы Понимая Твою Любовь Понимая Что Ты Сделал Для Каждого Из Нас Господь Мы Был Стремили Свои Глаза На Тебя Господь И Сказали Господи Я Хочу Быть С Тобой Я Не Могу Потому что Ты Один Желание Моего Сердца Господь Я Не Хочу Пропустить Тебя Я Не Хочу Проигнорировать Тебя Господи Потому что Ты Бог Я Хочу Быть С Тобой Иисус Я Благодарю Тебя За Это Чудесное Время Которое Ты Даришь Нам Господь За Церковь Твою Где Мы Можем Иметь Общение Вместе Радоваться Господи И Мы Проправляем Тебя Нашего Великого Бога Который Унизил Себя Но Который Возвышает Всех Нас Делая Каждого Кто Поверит В Тебя Своими Детьми Будь Прославлен Наш Великий Бог Отец Сын И Святой Дух Аминь